Новогоднее настроение Это, конечно же, мандарины Окружайте себя мандаринами, ешьте их По крайней мере для меня, да я думаю для многих людей Запах мандарин это первая ассоциация с Новым Годом Поэтому покупайте мандарины и ешьте их Второе, это, конечно же, поставить елку Но если у вас нет возможности купить ее То можно даже просто взять гирлянду, повесить в комнате Это сразу придает очень много уюта И, знаете, появляется какое-то такое предвкушение новогоднего праздника Также можно купить разные свечи, декорации Вот, например, я недавно купила в Доллараме, кстати Вот такую вот свечку Вот, это вообще такие две разные штуки Вот такая вот какая-то зелено-красная штуковина И вот такая вот новогодняя свечка И я решила, что она вот так вот у меня будет вместе стоять Это стоит недорого, разные вот такие маленькие мелочи Но это придает уют в доме И тоже повышает новогодний настрой Третье, это, конечно же, новогодние фильмы и новогодняя музыка Фильмов очень много из того, что... Точнее, из тех моих самых-самых любимых, что бы я вам хотела посоветовать Это фильм Ёлки, первая и вторая часть Остальные части мне вообще не понравились Напишите, если вы смотрели, если вам это понравилось Также на Новый год я люблю пересматривать Гарри Поттера И еще очень интересный фильм Это Семья на прокат Он тоже такой новогодний, точнее, рождественский Но, в общем, мне тоже он очень-очень нравится Но и новогодняя музыка, ее очень много в интернете Я даже создала себе отдельный плейлист ВКонтакте Если вам интересно, вы можете, наверное, зайти и посмотреть Но, да, этого много в интернете И вот это все придает такую атмосферу Четвертое Купить себе новогоднюю кружку и делать там новогодние напитки Я, например, купила себе тоже в Доллараме Очень за доллар или два вот такую вот кружку Точнее, вот эта сторона Тут нарисована снежинка И новогодние напитки, что я имею в виду под этим Здесь, кстати, на Новый год Я не знаю, есть ли такой в России В общем, здесь всегда во всех кофейнях делают яичное латте Такой вот коктейль Я никогда не пробовала Потому что, честно говоря, мысль о том, что яйцо будет у меня в кофе сырое Как-то не очень вызывает у меня аппетит Но, как мне кажется, второй такой, точнее, новогодний напиток Это шоколад, горячий шоколад И как я делаю? Я беру шоколад, бросаю туда маршмеллоу И вот эта такая вот сладкая Ой Смотрите, что стало с моей конфетой Она там полежала Она была вот такая вся красивая В общем, и сладкая конфета внутри Упс Ну, вы видели В рабочем состоянии На самом деле, маршмеллоу с горячим шоколадом Это очень вкусно Еще сюда можно добавить, конечно, взбитые сливки У меня просто их сейчас нету Но будет выглядеть очень красиво И так, по-новогоднему Пятое Это купить себе новогодний набор Я это так назвала В России, знаете, есть вот эти вот наборы Которые раньше в детстве родители приносили с работы Дарили в школах Как давно это было Напишите, если до сих пор это так Если в школах дарят эти шоколадные наборы И родители с работы до сих пор детям приносят эти подарки И вот, наверное, вот эти вот подарки Лично у меня ассоциируются всегда с Новым годом Здесь, к сожалению, такого нет Но здесь я нашла кое-что другое для себя Сейчас я вам покажу Вот такие вот есть наборы от разных компаний шоколадок Мне нравится от Kinder, потому что Kinder это очень вкусный шоколад В общем, здесь вот такие вот окошки И на каждом окошке нарисован день Точнее, написан день, в какой вы должны открыть То есть дни до Рождества И в каждом окошке лежат шоколадки Вот, например, примерно вот такие Либо вот такие Это все Kinder шоколадки Либо палочки То есть здесь вот Дед Морозик И в общем, такие вот разные каждый день конфетки До Рождества Но если я найду в этом году, то я тоже обязательно себе куплю в русском магазине Потому что, знаете, ну все-таки вот эти вот Открыть вот этот вот набор конфетный Смотреть новогодние фильмы По-моему, это вот Это Новый год И самое, что для меня было приятное Когда ты получаешь этот пакет или коробку конфет Самое-самое классное Это открыть ее и понюхать этот запах Ни с чем не сравнимое ощущение Запах праздника, я бы сказала, разве что Вот, наверное, это тоже очень важно для новогоднего настроения Новогодней атмосферы Лично для меня И я вам советую тоже так сделать И последний на сегодня совет То, что я делаю каждый год Это покупаю себе что-то новогоднее Платье или юбку В общем, что-то, что я одену в новогоднюю ночь Потому что, честно говоря, я не очень понимаю Когда девушки встречают Новый год в халатах И без каких-либо красивых причесок Без макияжа Не важно даже, если вы встречаете в каком-то узком кругу С друзьями, с семьей Мне кажется, это важно Выглядеть красиво, чтобы вы себе нравились Поэтому такая вот у меня есть небольшая традиция Обязательно на Новый год Если покупаю что-то из одежды, что я это одеваю Что-то, что мне нравится И я вам тоже советую Мне кажется, это придает тоже такой подарочек Самой себе или самому себе Там парни тоже могут что-то из одежды приобрести Наверняка Почему бы и нет? Вот такой вот список моих советов Что я делаю, чтобы почувствовать новогоднее настроение Напишите, пожалуйста, в комментариях Что вы делаете, чтобы создать себе новогоднее настроение Мне будет очень интересно Также я создала себе аккаунт в Перископе Есть такое бесплатное приложение Я вам оставлю здесь вот ссылку и имя своего аккаунта Я хочу проводить там трансляции Напишите, удобно ли будет это вам Потому что для меня это очень удобно В любой момент я могу зайти онлайн Что-то вам показать, рассказать И да, добавляйтесь И, пожалуй, на этом все Спасибо за просмотр Увидимся с вами уже очень скоро С вами была Вероника Всем пока Всех, как я еще раз скажу С наступающими праздниками Всем пока Пока